Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, отец Назарий. Сегодня хотелось бы поговорить на очень непростую, сложную тему. Все мы с вами знаем, что для христиан самоубийство является страшным грехом. И мы знаем, что это трагедия не только для близких и родственников, но трагедия и для всей церкви, потому что за богослужением не совершается поминовение самоубийц и их не отпевают. Но так ли это происходит всегда? Или есть какие-либо исключения? И почему вообще церковь за богослужением не молится о самоубийцах и не разрешает их отпевать? В этом разобраться постараемся с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь иконы Божьей Матери Знамения Иреем Павлом Сазиковым. Отец Павел, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, отец Назарий! Здравствуйте, дорогие телезрители! Прежде всего о самоубийцах хочется сказать следующее. А вообще хочется сказать, конечно, не о них прежде всего. Хочется сказать о таком существе, которого когда-то звали Деницей. «Утренняя звезда» в переводе. Кто-то знает, кто-то не знает. Падшие ангелы, бесы, черти, как угодно, демоны, да, это же бывшие ангелы светлые, которые пошли за своим предводителем, вот тем самым Деницей, который был светлейшим Херувимом, самым красивейшим из ангелов. И мы говорим, что он пал, и вот увлек за собой треть ангельского войска. Что же это было за падение? И я встретил прекрасное толкование святых отцов на вот эти слова Священного Писания, которые приписываются к падению сатаны, что поставлю престол свой выше звезд, буду подобен Всевышнему, о чем говорится. Есть хороший иллюстративный такой материал у протеерея Льва Шихлярова. Батюшка, автор курса православной аскетики, он принимал участие в разработке социальной концепции РПЦ, ну, то есть священник интересный. И вот он поднимает такую тему, а вот этот вот Деница, сатана, дьявол, он вообще существует? Ну, не в плане того, есть ли он. Конечно, мы знаем, что он есть, он нас подбивает на какие-то грехи и прочее. Но существует ли он? Вот кажется, между убытием и существованием нет никакой разницы. Но отец Лев, может быть, я как-то искажаю его точку зрения, заранее прошу прощения, но у меня вот такое понимание сложилось. Почему же под вопросом существования этого дела? Потому что то состояние, в котором он пребывает, бытием назвать трудно. Если полнота бытия — это Бог, то антагонист Бога, дьявол, это что? Это полнота небытия получается. С философской точки зрения как бы так. Опять же, что, как произошло его падение, когда узнал простую истину, что всё на свете, весь мир существует только потому, что этого хочет Бог. И стоит Богу прекратить желать нам всем существования, мы все исчезнем. Но Бог не может это прекратить, потому что он Бог, он жизнодавец, он любовь и так далее. Тогда Дениса сказал, а почему это первопричина моего бытия в нём, в Боге? Я хочу, чтобы первопричина моего бытия была во мне. То есть я сам для себя хочу быть источником жизни. Ну, то есть быть Богом в другом, да? И вот он, отрекаясь от этого бытия, которое даёт Бог, чего он ищет? Не бытия получается. Ищет какого-то другого бытия, а другого-то бытия нет, значит, он ищет не бытия. В связи с этим, кстати, просится такая аналогия, может быть, специалист меня поправит, но вот есть некие течения религиозные, которые ищут некого растворения, исчезновения человека как личности, распад его на составляющие и выход из колеса сансары, как они это называют, да, из колеса воплощения, ну, там кто во что гораст. Чего они ищут? Они ищут не бытия. Ну, я это говорю к тому, что у нас в народе очень часто получается подмену понятий. Люди смешивают в одно целое рай и нирвану, например. Хотя нирвана — это распад личности, уход в не бытие по отношению к тому бытию, в котором мы сейчас пребываем. Вот. Соответственно, если этот вражина рода человеческого, дьявол, сатана, как его Господь называет, да, он ищет не бытия, не это ли он внушает в голову людям? Может? Может. Запросто. И когда человек, например, бывает несогласен с тем образом жизни, который он ведет, с теми условиями, обстоятельствами, и это не просто несогласие, бывает же творческое несогласие, да, когда человек говорит, нет, я не хочу жить нищетей, я пойду работать, я заработаю, я выползу, ну, и так далее, да. Вот. Я не хочу быть больным, поэтому я буду соблюдать диету, ходить в зал, там, ну, принимать лекарства в установленное время, ну, и так далее, и так далее, да, это творческое какое-то недовольство, скажем, да. А есть болезненная неудовлетворенность, болезненное недовольство, когда человек доходит до крайности в своем неудовлетворении, до крайности несогласия и потрясает кулаками на небо, и проклинает власти той страны, в которой он живет, там, и окружающие, ненавидит окружающих, считает их причиной своих страданий, ну, и так далее, да. И вот здесь уже явно прослеживается похожесть мыслей, вот, которая вот в голове у человека и которая в духе, в уме дьявола, сатаны. Очень похожие точки зрения, скажем так. Ну, и в результате, конечно же, человек доходит до своего апогея, он начинает отрицать эту жизнь, он бы хотел не просто уйти из этих обстоятельств, из этой жизни, он хочет вообще перестать существовать. Хотя это невозможно, но он хочет. Образно говоря, можно сказать про дьявола, что он швырнул Богу в лицо обратно тот дар, который от него получил, дар бытия. Он мог бы прекрасно существовать и наслаждаться, но он предпочел какое-то альтернативное решение, которого не существует в принципе. Отец Павел, а почему тогда церковь за богослужением не молится о самоубийцах, если во всем виноват дьявол? Ну, враг рода человеческого подталкивает человека вот к такому страшному греху, ну, хорошо, но виноват он, но почему тогда мы за людей не молимся, почему церковь так строго к этому относится, тем более мы же понимаем с какими трудностями и близкие сталкиваются, и когда человек приходит в храм и говорит со священником и слышит, что там не то, что отпевать, там даже записать за упокой в храме нельзя. И, конечно, это, ну, людям и так тяжело, а тут еще вот... И кажется, как будто бы это жестоко, и церковь жестока по отношению к таким людям, почему она лишает возможности молиться за них. С чем, батюшка, связана вот такая строгость? И это первый вопрос. И есть ли какие-то исключения вот в этой строгости? Ну, начнем, как всегда, с парадокса, я это очень люблю. Во-первых, церковь за самоубийц молится. Не надо говорить, что церковь не молится. Это неправда. Другое дело, что соборно церковь и гласно за самоубийц не молится. Это другой вопрос. Но за самоубийц всегда молятся. Батюшка, вы же поминаете самоубийц? Ну, на своей молитве. Личной. Вот, конечно, Килина. Я поминаю. И это вот... Крещеных, по крайней мере, точно. Да даже и не крещеных. В своей личной молитве я могу молиться за кого угодно. Это мой выбор. Но мы же с вами церковь. Конечно. Как и любой христианин. Идет о богослужении. Вот здесь как бы упор именно почему церковь за богослужением не поминает самоубийц. То, что есть частная молитва и так как мы все являемся частью церкви, да, глобально сказать, что церковь не молится, это неправильно. Церковь молится. Да, церковь молится. Вопрос только как, где и когда. И вот то, что касается богослужения, это строгий запрет. Здесь вот да, однако есть некие исключения, о которых я думаю мы с вами поговорим. Вот хотелось бы остановиться на вот этом запрете. Почему публично церковь не поминает и не совершается отпевание? Ну, мы же с вами да, только что проговорили о том, что образ мысли самоубийцы, ну, в чистом смысле, не больного человека какого-то недоведенного, а просто в чистом смысле самоубийца, он такой он, как образ мысли дьявола, да, швырнуть Богу в лицо тот дар, который получил. Это невозможно, это невозможно отказаться от бытия, но они пробуют, тем не менее, да. Поэтому, если человек ну, отвлекается от Бога, ну, как ты, как ты будешь за него молиться гласно? Ну, это же, что такое соборная молитва? Это когда люди говорят, что вот этот человек часть церкви, и вся церковь за него, естественно, молится. А этот человек, он выпилился из церкви, он попытался это сделать, он не захотел быть частью нашего православного сообщества. Нет, 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 иди-ка, иди-ка обратно к нам, так что ли? Насильно? Ну как, мы же люди, мы обязаны уважать выбор человека, если он не хочет быть частью этого мира, частью церкви, если он не хочет быть под покровом Божьим, зачем его там заставлять быть? То есть, самоубийство приравнивается даже не просто к отречению от церкви, а отречению вообще от Бога, от Создателя, от Творца. И поэтому в церкви такое вот строгое отношение. А можно сказать, батюшка, что здесь еще есть и назидательная функция для христиан, что вот церковь так строго относится к этому греху, что это некое предупреждение и назидание вообще для людей о том, что это очень опасная черта, которую нельзя переходить, и последствия будут довольно серьезными. чтобы не умножать смертей. Да. Есть такое. Да, батюшка, сейчас к частной молитве мы еще вернемся, но вот второй вопрос по поводу исключения. Бывают ли моменты, когда все-таки допускается отпевание и церковное опоминовение самоубийц? Само собой, конечно. Какие, батюшка, ситуации? Ну, прежде всего, это психические заболевания. Классический вариант. И это совершенно оправданная вещь, потому что есть такие состояния мозга, психики, когда человек не отдает себе отчет, что он делает. Вот. В одном монастыре послушница была психически больной. Не она одна, а она лечилась периодически, и там у нее подружка была, в этом же монастыре тоже послушница, тоже психически больная. И вот эта вот вторая послушница совершает самоубийство. И первая говорит, ну, следующая я. Да, она понимает, что она психически больная, она идет к врачам, врачи не могут ей ничем помочь, ну, как-то пытаются снять какие-то, да, симптомы, там, еще что-то, но в результате совершается самоубийство и первая. Это психически больные люди. Видите, первая послушница совершенно отдавала себе отчет, что она может совершить вот это действие, поэтому она пыталась лечиться, пыталась от этого как-то защититься, да. Уж извините, наши дорогие телезрители, за некий такой вот негатив, но тема вообще тяжелая, поэтому удивляться не стоит, да. Вот. И да, они совершили самоубийство, но это психически больные люди. в какой-то момент состояния, они не отдают себе отчет. За что же их наказывать, отлучать, они же не отрекались от Бога, наоборот, они сделали все, что могли, чтобы быть с Богом. Прекрасный пример борьбы за то, чтобы быть с Богом. Я думаю, что они прямо вот в раю даже. Отец Павел, а как вот могут быть ситуациями, когда, например, человек просит, чтобы совершили эвтаназию. То есть, человек, который очень сильно болеет, человек, который очень сильно страдает, переживает близкие вместе с человеком. Это обязательно, если у него есть близкие родственники, они вместе с ним будут так же страдать, переживать, может быть, даже еще сильнее, видя то, что с их близким человеком происходит. И мы знаем, что часто поднимается вопрос вообще о правильности, о допустимости, о этичности эвтаназии. Вот как нам и христианам реагировать на такую ситуацию, если человек не выдерживает просто боли и страданий, связанные, например, с болезнью? Легко сказать, что нельзя это делать, да? Ты, говорится, там не был. Вот ты побудь в этой шкуре, а потом будешь говорить. Поэтому есть некоторые вещи, на которые надо все-таки уста своей замкнуть, да? Не в том плане, что я не говорю, что нужна эвтаназия, я не говорю, что нужно это разрешить, я просто говорю, что не нам судить этих людей, кто решился на такие вещи. Отец Павел, а как быть, например, с традицией разных народов, как правило, это связано с воинской традицией, когда человек, ну, для того, чтобы, например, не попасть в плен, да, снимает чеку, взрывает, или, например, ну, самый, наверное, знаменитый, когда самураи, да, лишали себя жизни, как вот нам к этому относиться? Ну, про самураи мы говорить не будем, у них своя традиция культурная, там все очень непросто для понимания европейским мозгом нашим, поэтому вернемся лучше к полю боя, да, и к сражениям, и мне сын задавал часто этот вопрос, мы с ним несколько лет прям вот размышляли, искали информацию, и вот наконец мне попалась фраза, которая, на мой взгляд, объясняет все, есть, говорит, большая разница между самоубийством и самопожертвованием, большая разница, когда ты понимаешь, что лучше, да, пожертвовать собой, нежели попасть в плен и разболтать какие-то секреты, там, пыток, пытки-то далеко не все люди выдерживают, а уж, сегодняшние способы дознания вместе с какими-то психоактивными препаратами, и так далее, то есть это сегодняшние способы дознания, они очень сильно продвинулись вперед, ты можешь расколоться без особых и пыток, то есть там применяются некоторые вещества, поэтому из-за того, что ты вот разболтаешь какие-то секреты, погибнут люди, это же будет уже не самоубийство, это будет самопожертвование, это вещи разные, для меня это вот объяснило, для меня это так. хорошо, отец Павел, вот мы поговорили о том, что все-таки есть некие исключения, когда самоубийство не совсем считается вот таким страшным злодеянием, потому что человек не понимал, что он делает, да, у него какое-то заболевание, теперь мы поговорим о близких, близкие хотят молиться о человеке, который вот совершил такой поступок, и мы с вами говорили, что действительно есть кирейная домашняя молитва, что это за молитва, то есть каким образом церковь все-таки молится вот в частном порядке об этих людях, которые совершили этот грех, и что можно сделать, чтобы помочь вот душе человека, который таким образом смушил в жизни. Ну, на самом деле никаких сложностей это в этом нет. Обычная молитва усопшего. Упокой Господи, души усопшего, рабатывай его. Ну, вот, просто как правило... Души усопшего такого-то даже, ну, не рабатывай его, души усопшего такого-то, там, не лет. Да, я просто поясню, как правило, просто в храме обычно говорят, что есть особая молитва. То есть там вот, значит, что не совсем правильно молиться вот тем общим текстом молитв, которые у нас есть, в церкви, да, когда там со святыми упокой, вот. А все-таки вот молитвенная беседа, да, с Богом, просьба помочь вот души этого человека, все-таки это немножко другая просьба, она звучит по-другому. То есть, если вот мы молимся за верных чад, мы просим со святыми упокой, Царствия Небесного желаем, то вот, когда молимся об этих людях, молитва остается молитвой все равно. Но здесь скорее больше просьба такая, что Господи, ты сам знаешь, как помочь, помоги, как ты вот сам знаешь. И там есть, по-моему, молитва Льва Оптинского, что ли, если я не ошибаюсь, которую вот обычно советуют читать. Вот как к этому относиться? То есть, все-таки мы склоняемся к тексту уже, скажем так, относительно каноничному для частной келейной молитвы о людях, которые сами лишили себя жизни. Или все-таки вот как на сердце у тебя лежит, как-то вот своими словами просто как обычно мы молимся. Как правильно, батюшка? Или, например, можно ли читать Псалтирь? Тоже вот такой вопрос часто задают. Ну, почему же нельзя? Насчет Псалтиря вообще не проблема. Псалтирь, когда ты читаешь, ты вообще-то учишься, это священное писание. Ты же не спрашиваешь, а можно ли читать теперь священное писание? Апсалтирь – это часть священного писания. Ну, читай, учись. Эти слова богодухновенные прежде всего утешат твою душу. Все. А поминовать, ну, поминать же можно любой молитвой. Я не считаю какой-то разницы. Ну, вот тем же со святыми упокой. Принято такими словами не молиться за сумму убийцы. Но если разобраться вот мы говорим, да, помоги им так, Господи, как ты сам знаешь. Ну, что значит помоги? Ну, избавь от страданий вообще-то. Ну, избавление от страданий это что такое? Это вообще-то на секундочку не ад. А не ад это как называется место? Рай. Все. То есть мы, а в раю кто живут? В том числе и святые. То есть мы в любом случае пытаемся, да, упросить Бога о том, чтобы Господь их помиловал хоть с краешку, но в раюшку, да? А по-другому как ты избавишь от страданий? Когда человек лишен рая, то есть Бога общения, он все равно страждет. Это никак. Ну, вот в плане помощи, наверное, отец Павел, к этому можно также добавить, ну, классически, о чем мы говорим, это доброделание и собственная христианская жизнь. То есть, чтобы близкие, которые желают помочь, все-таки сами старались быть христианами своей христианской жизнью и радовали Бога и вот усопшего, ну, и сами старались добрые дела делать, в том числе в память об усопшем. Здесь тоже говорят, что вроде, если вот совершаешь дела добрые, но без опоминания имени. Ну, я слышал такое. Да, вот ты вроде вот сам ты молишься, но если ты кому-то помогаешь, мы обычно как? Подаем, говорим, помяни раба или рабу Божью. А вот в данном случае, говорят, просто помогаешь, но без опоминания имени. Ну, может быть, это потому, что принято говорить, да, помяни раба Божия. А если человек самоубийца, ну, прям классический, настоящий, раб ли он Божий? Он сделал все, чтобы не иметь к Богу никакого отношения. Поэтому, может быть, поэтому без упоминания имени. Вот. Хотя, ну, Бога же не обманешь, ну, что тут лукавить? Мы же делаем добрые дела, мы же хотим, чтобы Господь помиловал. То есть, если мы хотим, сердечно-то мы уже за Него молимся в любом случае. Знаем имя, не знаем, поминаем, не понимаем. Это же, ну, глан сердца-то наше вопит, что Господи, помоги, утешь, ну, как-то ему там помоги, ну, это же вообще, там же страшнейший учишься, что с ним сейчас творится, это врагу не пожелаешь. Помоги, Господи, избавь, ну, сердце-то вопит, и поэтому мы делаем добрые дела. Другое дело бывает, что люди страдают за своих родственников, совершивших самоубийство, я бы сказал, не искренне, такое напускное какое-то. Вот, произошел случай, они все страдают, они прямо это, плачут, там, к священникам идут, что-то там пытаются сделать, и это все продолжается, знаете, сколько? Ну, два-три дня, там, может, неделю. Зарыли и забыли. Вот такого отношения очень много. Видишь это прям постоянно, и вот это меня лично очень сильно огорчает. И потом говорят, что да, у нас в роду там было, вот там, кольцам убийц, там, это, А ты поминаешь, что ты сделал для него, ведь он твой родственник. Ты, по крайней мере, про него что-то знаешь. Другие люди вообще понятия не имеют, что жил такой человек. Что ты сделал для того, чтобы ему стало полегче? Может быть, ты жизнь изменил? Нет, в храм как не ходил, так и не ходит. То есть, и вот попустил от этой скорби, ну, и зарыли и забыли. Вот. Ни в храм не ходит, ни сам не молится, ни мил, какие там милостыни? Ну, то есть, все. Вот это вот, 90-90 процентов, это страшно. Бочка, а правда, что говорят, что на Троицу, якобы можно поминать самоубийц. Вот у нас в прошлом, ну, вот в эту субботу была родительская суббота поминальная, и вот прям говорят, что вот на Троицкую родительскую субботу можно поминать, и батюшкам каждый год нам, с вами в том числе, приходится вот людям объяснять, вот, если можно, батюшка, расскажите, откуда вообще появилось это, что почему это на родительскую, троицкую можно поминать самоубийц, и... Вот, честно говоря, я уже 20-й год разменял служения такие, первый раз вообще слышал об этом, вот когда вот мы готовимся, да, вы мне выслали вопрос, я готовился к передаче, я тогда это прочитал, что оказывается, есть такое суеверие, что на Троицкую родительскую субботу якобы можно поминать самоубийц, ни разу в жизни за все время служения я не сталкивался с таким, люди пытаются как-то, может быть, какую-то записку батюшка на на саму Троицу, ну, когда вот эти, наверное, преклоненные молитвы на вечернее Святого Духа, да, вот, и туда вот как-то вот приходится им, конечно, отказывать, говорить, что гласного поминовения самоубийц в церкви нет ни при каких условиях, но про Троицкую родительскую субботу, я говорю, первый раз это услышал, как-то меня Бог миловал, видимо. В общем, это вот именно суеверие батюшки, и Троицкая родительская, и Троица. То, что суеверие, это однозначно, но это какое суеверие, это суеверие, продиктованное любящим сердцем, люди пытаются придумать способ, как помочь своим близким, вот, есть здесь и греховный аспект, конечно, есть. Почему? Потому что человек вообще такое существо, мы очень комфортно себя чувствуем в тех обстоятельствах, которые можем проконтролировать. И вот один из вариантов контроля, когда ты, образно говоря, схватил Бога за бороду и начинаешь ему диктовать, что нужно сделать, да, нет, боженька, вот мы тебе напишем записочку, батюшка вот прочитает, и ты вот обязан сделать так, как мы просили. Ну, это, конечно, странно, да, но, тем не менее, к этому примешивается и добрый какой-то помсел, как-то все-таки облегчить и учить своих сродников. Батюшка, буквально остается у нас две минуты, расскажите вкратце, что такое чин утешения для близких, которые вот пережили утрату человека. апостол Павел уже говорит, плачьте с плачущими, вот и чин утешения, когда ты читаешь Псалтирь, когда ты читаешь семнадцатую, кстати, семнадцатая кофизма, очень интересная, и Псалом, ее можно, вот без всяких обиняков, весь этот текст Псалма можно выразить двумя словами. Слава Богу. Все. И вот там в каждой строчке вот этот смысл, слава Богу. Поэтому, когда человек молится этой молитвы, у него скорбь потихонечку уступает место покою. Да, у нас как раз вот чин утешения совершают священнослужители как раз таки для того, чтобы поддержать родственников, близких, так как отбивание мы совершать не можем, но вот чтобы проявить поддержку, проявить заботу о близких, особенно если это люди, например, из прихода, люди верующие, но ты не можешь бросить и вот в нашей русско-православной церкви был разработан вот такой чин поддержки и совместной молитвы за близких, за родственников, чтобы им пройти вот через эти испытания вместе с молитвой, вместе с Богом, вместе с церковью и чтобы не впасть в какой-то вот еще больший... Тем более, что когда человек неверующий и у него в роду совершается какое-то самоубийство, это одна история, да? А другое дело, когда человек верующий, он понимает, что это такое самоубийство и для него это совершенно по-другому все воспринимается. Более поразительно, конечно. Птица Павел, спасибо большое за наставление. Будем надеяться, что люди, которые столкнулись вот с такой трагедией собственной жизни все-таки найдут утешение в молитве Богу, найдут утешение и в церкви и наша добрая христианская жизнь поможет достичь Царства Небесного и нам всем и будет помощью для наших усопших близких. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok